Три основы. Если мы захотим поставить содержание для книги «Три основы», там пять вещей. Во-первых, это четыре темы. Знание, деяние, призыв и потом терпение. Это сура Аль-Асар. Это первое. Второе. Три вида единобожия. Третье. Почему мы изучаем единобожие? Четвертое. То есть, толкование трех вопросов могилы. Пятое. Это заключение. Кто сможет это повторить все? Первое. Четыре вопроса, которые пришли в суре Ассар. Затем три вида единобожия. Почему изучаем единобожие? Разъяснение вопросов могилы. И заключение. Паузу. 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 Братья, постарайтесь приблизиться. что-нибудь так близко сидеть это из сунны пророка давайте сначала повторим и затем начнем что мы сказали о чем мы говорим а кто знает что помнишь хамся оси лама и первые пять вопросов что за пять вопросов чего мы начали первое почему изучаем единобожие первое почему мы изучаем единобожие второе почему на эту книгу изучаем третье что такое вкратце три основы это вопросы могилы польза которая то есть будет на в изучении того что мы ответим на эти вопросы начал алхом из 5 а махтава китаб содержание книги маню ридли махтава китаба сам кто сможет содержание книги повторить то что мы последние говорили как нет 5 не 5 вещей 5 вопросов опять содержание книги о чем говорится в книге то что четыре вопросы в на самом деле шахи 1 а нужно сами в следующем ку-1 а также ку-1 а также ку-1 а также ку-2 а также ку-1 а также ку-1 а также ку-2 а также ку-1 Продолжение следует...